Ребят, всем здравствуйте, всем хорошего дня, отличного настроения. Грядут новогодние праздники, и я спешу вас с ними поздравить. Хочу пожелать вам, что если не в этом году, то в следующем, пускай обязательно, все ваши мечты, все ваши желания обязательно сбудутся. Ну а у меня собралось куча информации очень интересной, и меня прям распирается с вами поделиться этой информацией. Я готовлю сейчас грандиозные переделочки, которые я вам обязательно покажу, мы сделаем все вместе. И к этой переделке мне нужны были кое-какие материалы. Мне нужен был литиевой пластик. Но вы знаете, я работала с литиевым пластиком, но работаю очень мало. Почему? Потому что цены, конечно, на этот пластик очень кусаются. Вот я беру в творческом магазине вот такой вот наборчик в полкило, стоит 880 рублей, ребят. Ну согласитесь, цена такая кусачая. А для моего проекта нужно было, ну не полкило, а гораздо больше. И, в общем-то, пугала очень цена. Я начала искать. Начала искать, я перерывала кучу информации. Побродила по просторам нашего интернета, посмотрела, поискала, и я нашла. Я нашла, вышла прямо на производителей. Ребята вот фирмы Коспол, они производят, и они же продают. Мне понравилась цена. Я подумала, в чем подвох. Потом, пораскинув мозгами, поняла, что подвоха нет, здесь цена от производителя. У нас обычно как? Одни производители, другие перекупили, третьи перепродали. И каждый накинул свою цену. На выходе цена получается неподъемная. Здесь же ребята сами делают, сами продают. Поэтому и цена вкусная. Вот, значит, взяла небольшой объем, небольшую партию этого пластика, попробовала. Мне очень понравилось. И я заказала еще. На второй заказ ребята сделали мне скидку. И я, конечно же, не забыла ни про подписчиков своего канала, ни про зрителей. Ребят, я поговорила, и по моему промокоду вам тоже сделают скидку. Ссылочка на их сайт, на сайт Каспола. И мой промокод будет в описании под видео. Там же я приложу видеоинструкцию, как можно заказать у них этот пластик. И как применить мой промокод. Это вам мой новогодний подарок, ребят. Если кто захочет приобрести, после окончания нашего ролика, я покажу вам, как работать, какие возможности у пластика. И если вы захотите приобрести, то милости просим, внизу под видео все будет. Итак, дальше поехали, ребят. Значит, в Касполе у них несколько видов пластиков. Я приобрела, значит, два вида. Я приобрела пластик вот такой, 60 на 40. Значит, 60% льем пластика, 40% отвердителя. И у нас получается такое гибкое изделие. Если же мы нальем 75% пластика и только 25% отвердителя, у нас получится эластичное изделие, ребята. И оно не затвердеет. То есть, как вот я работала с древесной пастой. Закладывала в молд, вытаскивала, оно все гибко, и можно было клеить на любые сложные поверхности. Вот с этим пластиком точно так же можно работать. Второй набор. Это у нас здесь жесткий пластик делала. Здесь, значит, один к одному. То есть, допустим, 50 мл пластика, 50 мл отвердителя. На выходе у нас получается жесткое изделие. Вот. Вот такие два набора я взяла. Бонусом к тому, что они производят и продают пластик, у них еще продается литьевой силикон. Очень давно хотела поработать с литьевым силиконом, но я работала всегда с строительным силиконом, потому что он был дешевле, он доступный. Нужно побежал, купил, в общем, на строительном рынке и работай. Но в силу того, что цены сейчас поднялись и очень сильно, я села, просчитала и поняла, что получается на сегодняшний день литьевой силикон выходит дешевле, чем строительный. Еще из минусов, то, что в строительном силиконе, конечно же, запах. Но никуда от него не деться. Работала всегда в респираторе с открытым окном. Потому что если без респиратора, слизистую сжигает. Еще минусы, то, что дает усадку строительный силикон. Раньше я не обращала внимания, как-то мне на канале задали вопрос, насколько сильно дает усадку строительный силикон. А я, ребята, не обращала внимания, насколько он сильно дает и дает ли вообще. А тут я обратила внимание, я посмотрела и поняла, что да, действительно дает. но мне не критично было поэтому я и не обращал на это внимание вот значит вроде все вам рассказала в этом видеоролике я расскажу вам покажу все возможности пластика силикона я расскажу вам секретики как можно поэкономить и на пластике и на силиконе мы проведем с вами несколько опытов посмотрим что у нас из этого получится ну а теперь хватит болтовни и приступаем к работе итак мои хорошие сейчас мы с вами будем тестировать вот этот вот пластик один к одному будем заливать его делать отливочку вот и в этот молд вот такая дико рашка у меня была я сделала силиконовый молд тоже в косполе силикон тот который брала вот делала молд такое сейчас суда мы будем сам заливать этот пластик и так я уже заливала сюда здесь примерно грамм 30 нужно то есть мы будем брать 15 грамм пластика и 15 грамм отвердителя даже отвердителя давайте-ка немножко поменьше потому что когда мы делаем один к одному это ну вот мои как бы выводы такие то пластик вот молниеносно застывает практически не остается времени прям вот убрать лишние там пузырьки какие-то поэтому я сделаю 15 грамм пластика и грамм может быть 10-12 отвердителя чуть поменьше чтобы время жизни у пластика увеличить так работать я буду с одноразовым стаканчиком вот с таким всегда перед тем как мы будем наливать пластик мы взвешиваем тару мне этот стаканчик ничего не весит но вы может быть с какой-то другой тары будете работать поэтому обязательно взвешивайте у меня он ничего не весит 0 показывает и так перед работой пластик мы вот так вот перемешаем чуть-чуть на глазок на льет так вот так теперь отвердитель тоже перемешаю и отвердитель буду набирать вот такой вот пипеточкой я покупаю на алиэкспресс такие пипетки очень удобно с ними работать и добавляю сюда отвердителя убираем весы в сторону беру палочку и перемешиваю все перемешиваю чтобы у нас отвердитель сплава с пластиком перемешались хорошо пол минуточки где-то перемешиваю смотрю что все однородная масса и заливаю ребят полы у меня в коридоре и ровные поэтому выставляю по уровню чтобы было все ровненько вот так вот сейчас мы с вами посмотрим в реальном времени то есть я не буду не ускорять этот процесс чтобы увидели насколько быстро начинает работать пластик пока он прозрачный как только он начнет твердеть он начнет белеть все прошло две минуты смотрите видите резко я ничего не ускоряю то есть это в реальном времени идет вот он начал белеть и так прошло у нас 10 минут отливочка наша остыла можем вытаскивать да да смотрите что у нас получилось идеальная отливка идеальная сейчас я возьму ножичек вот это вот лишнее все я срежу пластик легко шлифуется легко режется то есть ну работать с ним одно удовольствие если честно и вот такая розеточка у меня теперь есть видите красота так это у нас вот такая жесткая кстати пока она была горячая если бы ее вытащила я горячую она бы гнулась то есть не так прям чтоб ногу можно было немного согнуть ее пока горячее это мы с вами сделали теперь мы с вами про экспериментируем протестируем вот этот пластик наш посмотрим как сделать гибкие формы сейчас найду подходящий молд и мы с вами будем заливать теперь этот это у нас 60 на 40 но для того чтобы было у нас гибкое изделие мы сделаем 75 на 25 и посмотрим и возьмем вот этот вот и сюда мы с вами зальем я вам покажу как он будет гнуться то есть мы сделаем пластичное изделие можно пользоваться весами у меня вот такие вот электронные вот но мне удобнее пользоваться просто шприцами и так для работы нам понадобится одноразовый стаканчик палка мешалка любая вот такую вот тоненькую шпажечку для шашлычков тоже пузырьки прокалывать использую и и любую какую-нибудь карточку у меня там вот малина какая-то завалялась мы будем выравнивать поверхность пожалуй все значит так чтобы получилось эластичная у нас эластичный декоративный элемент мы будем 75 процентов добавлять этого компонента и 25 процентов этого компонента то есть мне удобно со шприцами то есть я возьму семь с половиной грамм пластика и два с половиной грамма шприцы отвердителя 5 грамм и два с половиной то есть пять и два с половиной получил семь с половиной грамм отвердителя мы с вами возьмем два с половиной грамма беру палочку его нашего вымешиваю все это пластик становится сначала вот белым прям побелеет когда компоненты между собой начинают смешиваться пластик начинает белеть дальше продолжаем смешивать его после белого он должен стать желтым это значит компоненты наши смешались и пластик готов к работе все пластик пожелтел наш давайте 1 вот это вот зальем остаточки у меня здесь остались а мы их вот сюда вот выльем это у меня ножка такая 3d тут чуть не хватило но ничего страшного я сейчас чуть до разбавлю и долью можно доливать если не хватило ничего страшного все между собой соединиться и будет нормальное изделие здесь у нас все пролито берем карточку просто проводим вот так вот ровненько чтобы распределить все ровно так оставляем пускай застывает прошло минуты 3 изделие наше побелело то есть начинает потихонечку застывать я убираю в сторонку и мы с вами сделаем вот это вот эту дико рашечку ну и остатки и зальем в нашу ножичку что мои хорошие прошло 10 минут пластик наш застыл снимаем первый вариантик вот это все легко можно оторвать либо аккуратно маленькими ножничками подрезать излишки вот эти которые вышли у нас за края посмотрите какая красота получилась и вот он гибкий ребятушки вот он гибкий нужно нам на какую-то поверхность полукруглую приклеить да пожалуйста мы его сгибаем и приклеиваем как нам нужно вот такой вот тут еще одно то то я за заливочку сделала сейчас посмотрим ее тоже пожалуйста гибкая надо сгибается очень четкие отливочки вообще очень четкие прям каждая выбоинка в пуклости выпуклость ну приятно но правда приятно с такими материалами работать а тут у у меня остаточки остались я знаете что сделала залила у меня козявки всякие жучки паучки я сюда тоже вот остаточки залила это все тоже аккуратненько нож и нож ножницами отрезать и вот они у нас такие получаются паучок вот тут вот тоже маленькие сейчас поближе покажу вам так ну и тут мы с вами заливали заливочку этому 3d это ножки такие сейчас посмотрим что у нас здесь с вами получилось здесь у нас ножка рыбка очень мне нравится с этим пластиком работать но правда ну что и говорить качественный все пролилось не пузырьков не изъянчиков все четко ровно приятно вот он показываю ближе смотрите какая прелесть ну вот ребятушки показала я вам как работать с литиевым пластиком как можно какие варианты работы то есть и гибкое изделие можно сделать и жесткое изделие можно сделать как видите ничего сложного нет справиться даже новичок вот но это еще не все у нас же еще с вами есть силикон который я приобрела в коз поле литьевой сейчас мы с вами поделаем молды из силикона сделаем и простые молды и сложные молды и большие я вам покажу как можно поэкономить на силиконе потом покажу как можно поэкономить на пластике в общем своими наработками и какими-то секретиками сегодня с вами поделюсь и теперь мы приступаем к работе с силиконом поехали ну что ребятушки приступаем к созданию формочек под силиконовые молды значит я вот тут уже сделала несколько форм вот так вот это у нас такой а такая дико рачка тут вот такая здесь мы будем заливать силикон здесь объемный очень молд здесь мы будем обмазывать и бортики я не делала из картона я сделаю из пластилина потом когда начну работать вы поймете почему из пластилина вот здесь у меня крышечка из-под пластиковой баночки значит и по размеру как раз подошел мне вот такой элементе декоративный из пенопласта ангелочек здесь мы тоже будем делать бортики из пластилина я вам покажу здесь вот такая вот розетка красивая здесь мы будем заливать тоже делать бортики из картона и в общем то будем заливать сейчас вам покажу как я делала вот такие формы смотрите я взяла вот три заготовки у меня под площадку для молда значит два это картон и один тоже картон от коробки из-под чая вырезала почему вот она такой глянцевая прям очень гладкая от него хорошо будет силикон отставать когда мы зальем от картона будет плохо с картоном будет сниматься если мы прям непосредственно картон зальем силикон поэтому я вот вот так вот приноровилась и в общем вот сейчас такой бутербродик мы сделаем розеточка по 08 я отступила от края розетки это наши бака будут по 08 от края розетки склеиваем между собой все три части картона смотрим лишнее обрежу чтоб неровно итак вот у нас получился вот такой вот контейнер сюда мы будем закладывать нашу розеточку приклеивать ее тоже на клей пистолет и заливать силиконом все обязательно покажу подробненько но перед тем как мы будем сюда приклеивать нашу розетку нам нужно вот здесь вот замазать все стыки почему потому что если где-то есть дырочка силикон будет подтекать ребятушки поэтому я беру можно конечно и клеем пистолетом пройтись законопатить все это но у меня есть акриловый герметик и я им вот таким образом вот пройдусь пальчиком вот так вот загоню во все швы излишки сразу убираем теперь отправляю сохнуть буквально минут на 15 высохнет и приклею сюда уже нашу розеточку и покажу что будем делать дальше итак друзья значит перед тем как мы будем здесь сделать бортики из пластилина мы сначала приклеим наш декоративный элементик к этой площадке к пластиковой приклеивать буду на полимерный клей почему потому что если приклеивать на клей пистолет но образовываются дырки от того что температура высокая дырки будут не будет держать хорошо вот таким образом пускай приклеивается как приклеится мы будем бортики и так наш дикорашка приклеилась теперь я беру пластилин обычный пластилин детский вот лепят дети вот прям самый обычный я его разогрела в теплом месте чтобы он мягенький был и теперь буду делать бортики отступая где-то по пол сантиметров от декоративного элемента я начинаю делать бортики сейчас я вам поближе покажу вот видите по пол сантиметрика отступила и сделала бортики так друзья сделаем сами еще один молд 3d у меня вот такая балясинка я такие балясинки использую в работе с мебелью есть у меня мастер-класс где переделывал советские буфе советский сервант под старинный буфет и именно там вот я использовала вот такие балясинки на наверх шкафа ну так вот чтобы их не покупать я теперь сделаю 3d молд буду заливать в этот молд пластик и у меня будут свои балясинки и не ничего не нужно будет больше покупать и так я взяла крышечку подходящего диаметра от шампуня отмерила сантиметром диаметр у меня получилось 10 сантиметров прибавила пола пол сантиметра то есть десять с половиной с запасом и вырезала вот такой вот картончик внутри видите у меня глянцевая все чтобы силикончик не приставал вот сделала отметку где 10 сантиметров и теперь вот так вот склею ровненько так ну что ребят вот теперь у нас входит плотненько выставляем ровненько дальше теперь нам нужно вот этому будем приклеивать в последнюю очередь теперь нам нужно балясинку ровно по центру приклеить так чтобы она стояла очищаем наше основание так здесь очистили находим серединку и приклеиваем прям по серединке приклеивать буду вот таким клеем потому что клей пистолет но не будет сеть держать отвалится она мне надо чтобы я была спокойна что никуда ничего не отвалится вот показываю вам что внутри как выглядит наша балясинка так ребятушки теперь вот здесь я все обработаю клеем пистолетом чтобы у нас не дай бог нигде силикон не смог протечь итак друзья едем дальше значит наши формы готовы силикон я достала дальше вот такая вот восковая восковая смазка разделительная для того чтобы силикон сильно не прилипал ни к моделям к нашим где крашка мне к бортикам будем пробрызгивать мы сейчас с вами пробрызгаем сразу дадим некоторое время чтобы пленочкой все встало и потом спокойненько будем работать друзья вот такую силикон восковую смазочку я покупала на озоне смотрела находила и брала там на озоне такой смазкой даже силикон от силикона можно разделять то есть можно налить силикон застынет пробрызгать этой смазка силикон разделительной и налить сверху силикон и в общем то силикон к силикону не пристанет если же не брызгать это и разделяющий смазкой то силикон к силикону прилепиться и так тут у нас все пробрызгана все пускай высыхает пленочка покрывается дальше для работы нам понадобятся стаканчики я буду работать вот с такими одноразовые стаканчики бумажные вот с такими не рекомендую вы знаете я пробовала с такими происходит какая-то реакция он весь скукоживается вот не знаю почему и в общем-то не очень удобно вымешивать весь какой-то корявый становится поэтому эти я убираю работать буду вот с этими стаканчиками дальше нам понадобятся весы так у нас силикон значит смотрите 5 килограмм силикона 125 грамм у нас отвердителя вот на 100 грамм силикона я буду шприц набирать два с половиной грамма отвердителя на 100 грамм силикона два с половиной грамма в шприце отвердителя дальше для работы нам понадобится еще вот такая вот шпажечка для шашлычка салфетки руки вытирать дальше две палочки вымешивать силикон и кисточка вот у меня такая кисточка средней жесткости я буду смазывать сначала силикон там где у нас сложные формы что поехали ребят немножечко промешаю руки и кисточку легко очистить от силикона уайт спиритом то есть не никаких сложностей нет взвешиваем сначала нашу тару 3 грамма 4 делаем сброс и теперь накладываем силикон буду 100 грамм делать силикона итак 100 грамм силикона два с половиной грамма отвердителя и начинаю вымешивать вымешиваем тщательно с боков все убираем со стенок с поднизу все убираем очень тщательно все промешиваем чтобы у нас силикон с отвердителем полностью перемешались итак силикон мы с вами перемешали вот так давайте наверное мы с вами вот так вот начнем с этой модельки я беру кисточку и для того чтобы видите вот когда мы перемешивали у нас у силикона там вот пузырьки образовались чтобы у нас вот здесь была четкая отливочка ребятушки начинаем работать кисточкой то есть мы тонким слоем промазываем нашу модельку всю тем самым мы избавляемся с вами от пузырьков и у нас нигде не будет пропуска чтобы у нас силикон везде кисточка мы хорошо за проконтролирую чтобы у нас силикон везде прошел ну что ребятушки вот смазала я всю модельку нашу остаточки аккуратно пролила теперь дам постоять в часок пусть схватится первый слой потом буду наводить еще 100 грамм заливать но на вторые 100 грамм я буду уложить уже не два с половиной грамма отвердителя а 2 грамма отвердителя для чего для того чтобы силикон был более жиденький быстро не схватывался то есть чем больше у нас отвердителя тем быстрее схватывается силикон вот на первый слой нам как раз нужно было чтобы он был такой не сильно жидкий а более густой чтобы во все во все наши выбоинки попал наш силикон вот а второй слой уже мы просто проливаем пускай он будет пожиже он будет дольше твердеть но нам в принципе не к спеху самое главное это первый слой чтоб без пузырьков чтоб пролилось во все во все наши рельефики и чтобы не стекала а держалась в этих рельефах вот теперь я пролью также и эту модельку и эту модельку и эти тоже самое все кисточка первым слоем все кисточка и первый слой я буду давать на 100 грамм два с половиной грамма отвердителя это будет первый слой во всех наших модельках сюда я могу сразу залить аккуратненько сейчас мы сами сделаем это сделаем на 50 грамм силикона 1 грамм отвердителя хорошенько промешиваем ну что ребятушки с богом поехали лью в одну точку потихонечку вот налила какую-то часть теперь шпажечкой пройдусь удалю пузырьки какие там есть такой мол делаю первый раз вместе с вами посмотрим что у нас получится силикон будет застывать от 8 до 12 часов еще зависит знаете от температуры чем теплее в комнате тем быстрее застывает у меня прохладно поэтому я думаю быстро не случится и так мои хорошие смотрите значит вот эту дико рашку на один слой кисточкой прошлась сюда я навела еще 100 грамм силикона через час после того как мы обмазали кисточкой 100 грамм силикона и сюда налила теперь здесь здесь я прошлась тоже на один слой кисточкой так и вот эти вот дико рашки мы с вами будем не полностью заливать здесь у нас будет экономия силикона я вам расскажу все покажу значит первый слой промазала кисточкой теперь пару часов простоялось схватился первый слой немножко вот теперь мы обмазываем точно также на 100 грамм силикона два с половиной грамма отвердителя и дальше продолжаем также промазывать вот эти вот наши декоративные элементики дальше продолжаем промазывать силиконом аккуратненько слой за слоем я планирую сделать три слоя то есть это сейчас положу еще один слой замажу опять пару часов и еще один слой а потом я вам покажу что мы будем делать то есть если бы мы заливали ну то делали бортики и заливали полностью силиконом у нас сюда бы ушло очень много силикона потому что деталька очень высокая что здесь что здесь поэтому мы с вами просто обмазываем делаем кожух силиконовый замечательно силикон начинать загустевать уже и третий слой сюда я думаю не придется ложить вот здесь мы сейчас доработаем немножко личико и тоже третий слой не придется ложить мы обойдемся двумя слоями все вот здесь нам хватило двух слоев мы оставляем до завтра все это застывать а здесь я продолжаю заливать здесь сейчас старым слоем я буду заливать уже на 100 грамм 2 грамма силикона отвердителя не буду заливать постепенно сюда тоже еще 100 грамм налью и я думаю что достаточно будет все это закроется ну что мои хорошие все залила я все формы оставляем и до завтра сейчас у нас уже ночь а утром я полагаю что все это уже схватится затвердеет и мы посмотрим что у нас получилось по этим двум молдам мы продолжим с ними работать я покажу что мы будем делать эти два больших объемных эти залиты их только вытаскивать значит стаканчики ничего не мою просто оставляя до утра силикон схватится я его потом просто вытащу и все и стаканчики будут чистые итак друзья силикон наш высох весь схватился все здесь мы пока вот эти вот две пока не трогаем сейчас мы с вами будем скрывать вот эти вот формочки и вот эту мне больше всего интересно вот это я первый раз такую делаю 3d сюда мы с вами балясинку загоняли снялась легко обрезаем сразу излишки вот как вытаскивать будем пока еще не знаю я думаю наверное надо будет вот здесь сделать небольшие надрезы ки да и так друзья вот показываю вот так вот надрезала в четырех сторон сейчас буду вытаскивать вытащила но вытащила пол беды интересно вот залить сюда и посмотреть что у нас получится но это мы с вами обязательно сделаем сейчас но прежде вскроем вот эти вот формы наши вот о чем я вам говорила а если мы приклеили вообще просто на картон да они на такую вот бумагу глянцевую влащеную то у нас бы картон весь приклеился вот сюда вот тяжело потом можно было бы потом все это убрать но весь картон у нас бы был здесь отлично пузырей нигде нету форма пролилась просто обалденно сейчас мы вот тут вот лишнюю срежем вот этот ободочек вот так вот ребятушки я очень довольна сейчас потом я срежу ободочек замечательно вы знаете здесь можно было поэкономить вот я считаю с боков очень много лишнего силикона очень много можно было бы сделать точно так же как и вот с этим молдом я вам покажу что мы будем делать сюда вот у меня ушло 300 грамм силикона на вот эту форму я считаю что вот здесь вот это все от лишние сюда у меня ушло около 100 грамм силикона даже меньше наверное вот сюда скрываем нашего башка вот тут божок у нас с вами декоративный элемент такой сюда 400 грамм силикона ушло тоже считаю много но я вам показала как бы как лить формы но сейчас покажу как и экономить на маленьких формах конечно не нужно экономить заливать их надо как положено небольшие декоражки а вот такие большие ну тут можно поэкономить все по вытаскивала я все наши декоражки из молдов молдами ребятушки я довольна не на сто процентов не на двести на пятьсот процентов из-за того что мы с вами не заливали сразу силикон на молд а сначала промазывали кисточкой у нас ни одного пузырика ни одной ненужной ненужного пролива нету прям идеальный молд вот я думаю что отливки здесь будет тоже идеально но мы все сами попробуем здесь тоже открыла ни проливов ни каких-то пузырей ничего нету идеальный молд и здесь тоже самое вы посмотрите какая красота получилась до мельчайших деталек все пролилось все отпечаталась замечательно так это мы с вами убираем стороночку убираем значит теперь мы займемся вот этими вот кожухи будем делать гипсовые с помощью гипса г-16 и вот у меня вот такие вот салфетки из бинта порезанные были вот такие но можно обычный бинт порезать разницы нет гипс г-16 я уж не стала мешок на стол это гипс г-16 вода вот тут у меня такой наборчик я покупала фикс прайсе ребятушки между прочим очень удобный здесь вот мерный стаканчик такой вот и вот такие мерные ложечки прямых смотрите как много 50 грамм тут одна столовая ложка это 15 миллилитров 10 миллилитров пять и два с половиной вот такой вот удобный наборчик так смотрите я срезала убрала пластилин поменьше бортики сделал с этой стороны и с этой стороны чтобы нам удобно было делать кожух и мы начинаем значит что мы сделаем на одну часть воды две части гипса то есть смотрите я наливаю 100 миллилитров воды комнатной температуры беру емкость вот такая у меня вливаем 100 миллилитров воды и на 100 миллилитров воды ложечка у меня 50 миллилитров я ложу 4 ложки гипса г-16 беру палочку и потихонечку начинаю вымешивать вымешиваю все до однородной массы ребят работать надо быстро гипс ты нет очень быстро поэтому вот перемешиваем все до однородной массы она должна быть такая как жидкая сметанка у меня столько issue ну вот 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 так друзья оба кожуха готовы отправляя сейчас сушиться все это дело как высохнет будем снимать и посмотрим что у нас получилось все отправляю на сушку и так друзья пока сохнут наши молды кожухи значит мы с вами займемся вот этими молдами видите фигурка очень большая сюда уйдет очень много пластика также и древесной пасты суда уйдет много самодельная глина не знаю тоже уйдет много но что из этого получится из самодельной глины не знаю в общем я вам обещала рассказать как можно поэкономить и на пластике и на силиконе на силиконе покажу еще сейчас буду показывать на пластике так вот такой большой молд для начала использовать использовать мы будем вот такой вот косполовский пластик литьевой один к одному возьмем стаканчик наливаем 50 грамм жидкого пластика сюда давайте не 50 давайте к 100 грамм нальем 100 грамм пластика и сюда добавим 80 грамм отвердителя теперь мы все перемешаем надо чтоб все оба компонента между собой хорошенечко перемешались белым пока сейчас как перемешается будет светлеть желтый будет не забываем из-подо дна тоже теперь мы начинаем проливать вот таким образом проливаем каждую деталичку вот так вот чтобы у нас пластик попал везде я приготовлю на всякий случай вот еще потому что надо было 50 все таки заливать они 100 100 многовато возьму и вот эту вот розеточку тоже заодно сделаем пластик начинает вставать ребят сейчас мы дождемся полного застывания и продолжим покажу что дальше будем делать итак друзья пластик наш подстыл теперь мы будем с вами как говорит мой муж делать финт ушами берем стаканчик наливаем сюда 50 грамм 50 грамм пластика дальше столько же насыпаем гипс г-16 можно обычный строительный алебастр тоже можно насыпать один к одному то есть вот 50 грамм у нас пластика 50 грамм насыпаем этого гипса игру кого что есть перемешиваем хорошо хорошо перемешиваем пока у нас нет отвердителя мы можем перемешать достаточно хорошо то время у нас пока есть что нам дает гипс он нам дает больший объем у нас получается что здесь не 50 грамм а уже 100 грамм смотрим чтобы не было комочков теперь добавляем сюда отвердитель грамм 30 отвердителя добавим 30-40 грамм отвердителя достаточно и опять все тщательно перемешиваем не забываем про стеночки про дно все все промешиваем ребят первым слоем мы наливали с вами пластик и проливали все наши эти детальки до мелкие которые есть в нашем молзе и там сейчас образовалась такая пленочка как кожух такой вот внутри теперь мы наливаем надо выставить по уровню мне упало не ровные поэтому осадок на дне до конца не сливаем потому что все равно в любом случае будет осадок у нам здесь не нужен на глазах видите начинает белеть застывать то же самое также залью сюда ну что у нас пока эти молды залиты у нас есть с вами еще один молд вот такой вот наша балясинка это я уже отлила балясинку попробовала это у нас оригинал это то что я отлила из пластика сейчас я вам покажу как я делал здесь нам нужно жесткое изделие поэтому мы делаем один к одному сделаем 3 миллилитра пластика если мало будет дольем и 3 миллилитра отвердителя приготовила сразу палочку вот такую чашлычную потому что у нас там есть узкий проход где это самое где ножка наша нижняя поэтому нужно будет хорошо все перемешать палочкой чтобы воздух вышел и везде пролилось тоненькой струйкой залила захожусь везде палочкой еще столько же сделаю а излишки вот или и доставляем сторонку пускай ну что друзья пока наша балясинка молд застывает здесь тоже мы давили пускай тоже схватывается мы с вами откроем этот молд и посмотрим что же у нас получилось смотрите как хорошо отходит пластик от силикона вуаля ребят то что тут светлое тут серое ничего страшного все равно это все будет выкрашиваться подкрашиваться сейчас я вам покажу для сравнения вот это у нас оригинал вот это то что мы с вами сделали из пластика вы видите один в один каждая мелкая деталька все провелось все просто идеально теперь смотрим нашу розеточку гляньте ребят какая красота правда все один в один все узорчики до мельчайших деталек ну что давайте посмотрим третий наш молд вот так вот жду когда застынет хорошо балясинка потом мы с вами вскроем и балясинку посмотрим ну что друзья кожухи наши высохли балясинка наша застыла сейчас мы с вами сначала вытащим балясинку и посмотрим что у нас получилось а затем будем скрывать кожух вот смотрите какая красота вот две балясинки это я сделала а это наш оригинальчик вот очень здорово я очень довольна так но теперь займемся кожухом сейчас уберем пластилин лишнее вот так вот лишний кожух вот так вот по краю обрежу итак кожух мы с вами очистили теперь нам нужно вот этот затекший силикон бордюрчик сейчас мы снимем сам силикон с нашей заготовочки и бордюрчик обрежем вот что у нас с вами получилось где-то остались кусочки пенопласта попали сейчас я их все очищу чтобы молд внутри был чистый вот наш кожух так видите вот такой мягкий силикон получился но если мы его укладываем молд наш вот этот мягкий в кожух то он жесткий зафиксированный и спокойно можно с удалить все что угодно сейчас очищу и мы с вами зальем посмотрим что у нас получилось этот кожух я тоже уже очистила здесь у нас с вами вот что получилось тоже видите тонкий но достаточно четкий хороший молд ложен в кожух и он жесткий пожалуйста можно с ним работать он никак не деформируется держит форму кожух не дает ему никуда деваться поэтому я и говорила что вот таким образом можно поэкономить силикон на молдах то есть вот эти же молды большие которые мы с вами делали вот это вот видите сколько ушло силикона ребят и сколько здесь здесь 400 грамм силикона ушло а здесь около 100 грамм силикона ушло грамм 80 на вот этот молд то есть также можно было обмазать его сверху тонким слоем силикона потом сделать кожух и вуаля вот вам способ как можно поэкономить силикон как поэкономить пластик я вам уже показала добавляем сюда какую-то наполнитель но в моем случае гипс можно гипсовую шпаклевку ну что друзья форму я очистила как смогла 5 кубиков шприца возьмем пластика и 4 кубика отвердителя нет давайте 10 10 и 8 10 кубиков пластика 8 кубиков отвердителя вот так форма большая теперь наливаем форму и начинаем вот вот так вот проливать все я как бы кожух создаю чтоб пластик везде зацепился за наш силикон и при застывании сделал как бы кожух тут сейчас все прольется без пузырей обмазываем до тех пор пока не увидим что пластик начинает вставать то есть застывать вот он становится тягучий тягучий все начинает застывать оставляю пускай теперь застывает мы пролили все и когда у нас сейчас застынет наш пластик получится что это полностью внутри этом будет тонким слоем пластиковая оболочка без пузырей без ничего вот так вот поставлю все залила я это пластиком то есть сделала такой ободочек полностью и здесь также как кожухом внутри пластика тут мне пришла такая мысль в голову вместе с вами сейчас при проэкспериментируем как можно еще поэкономить в общем смотрите здесь у нас как обливала вот так вот пластиком здесь у нас получился внутренний кожух теперь теперь я хочу попробовать вовнутрь сюда сделать пену обычную монтажную пену когда она высохнет потом и ровно срезать и у нас получится и у нас пол должен получиться вот такой вот элементик легкий потому что здесь также облита верх кожух на пластиком а вот здесь пенопластирол но он не дешевый ребятушки вот закидывает пенопластирол и мне пришла в голову мысль такая что если я сделаю кожух из пластика а залью сюда обычную пену вот мы сейчас с вами попробуем это а здесь мы другой способ сделаем сейчас мы сюда с вами загоним монтажную пену не знаю что получится экспериментируем вместе и посмотрим ну что ребятушки с богом стряхнул баллончик ну как то так не знаю можно карточками нельзя ну попробую сделать так в общем наколдовали как застынет но это до утра будет стыть посмотрим что получится отставляем в стороночку второй наш молд тоже кожуха мы сделали из пластика давайте сюда нальем гипс г-16 просто без пластика просто гипс как бутерброд сделаем значит пластик гипс сверху еще пластик дадим наливаем сначала сюда гипс чуть-чуть не доливая до конца даем застыть как застынет гипс нальем потом сверху пластик посмотрим сейчас что у нас получится и так давайте вот так 50 грамм воды значит одна часть воды две части гипса гипс г-16 хорошенечко перемешиваем надо поставить так чтобы он ровненько стоял вот 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 так вот все оставляем гипс застыл наш а теперь сюда мы размешаем 5 грамм пластика и 4 грамма отвердителя и зальем верхним слоем пластик подстыл но еще мягкий видите очень много пузырьков я думаю что пластик потянул из гипса воздух и получился вот вот такой вот верхний слой пока он мягкий я пытаюсь немножечко вот так вот придавить он как бы разбух немножко делаю первый раз вместе с вами не знаю как между собой сейчас отдельно соединиться гипс и пластик оставлю до утра а утром и посмотрим сейчас немножечко вот так вот придавлю потому что как бы как распирает этот пластик и так друзья всем доброе утро продолжаем наш эксперимент так пена застыла сейчас посмотрим аккуратненько свежего так вот лезвием все лишнее сейчас срежу пена режется довольно таки легко взяла обычный кухонный нож отрежу так удобнее давайте попробуем вытащим ну вот видите благодаря тому что мы сделали такой кожух из пластика когда обливали его вот она отливка отличная получилось все хорошо легкая легкая прям вот тут вот немножечко где больше пластика было тут немножечко она как бы переме перешивает а так вот вы видите сейчас нужно будет уже тут закончить сюда делать то есть выровнять здесь по контуру все доработать немножко нужно будет вот ребятушки получилось и здесь сверху залить пластиком тонким слоем прям тонким можно и не заливать можно будет потом и так оставить в общем-то куда-то приклеивать на мебель обратную сторону это не видно вот так вот и красить в общем я считаю что эксперимент удался очень здорово кстати пластик можно заливать на пену я тут вот на кусочки пены проэкспериментировала я переживала что из-за температуры пластика пена либо просядет либо разъезд ее нет ничего подобного то есть залила пластик поверх пены и на только тоненьким слоем нормально ничего не разъел а пластик нормально схватился то есть можно дальше едем ребятушки теперь тут наш эксперимент здесь у нас с вами бутербродик значит пластик гипс пластик снимаем наш молд аккуратненько ну вот что у нас получилось ангелочек такой но он достаточно тяжелый потому что здесь гипс присутствует тяжелый такой но опять таки все хорошо пролилось все очень красиво вот в общем показала вам какие варианты с пеной с гипсом 50 на 50 как говорится тут и гипс и пластик то есть вот так вот можно поэкономить на силиконе на больших силиконовых формах ребят для маленьких не вижу нужды делать вот такие вот молды с кожухами ну там и так немного силикона уходит ну что мои хорошие все на этом все подведем итоги в этом видеоролике я рассказала вам о недорогих но качественных материалах о литьевом пластике фирмы коспол они же производители о литьевом силиконе ссылки на этих производитель на эту фирму будет в описании под видео там же будет промокод на скидочку этих материалов так что ребятушки кто заинтересовался внизу под описанием все будет мы с вами поэкспериментировали я показала вам как работать с этими материалами я рассказала вам как можно поэкономить на этих материалах здесь мы с вами провели свои эксперименты с пеной и с гипсом если у кого может быть какие-то тоже есть идеи по этому поводу чем можно наполнить пишите в комментариях кому что-то непонятно тоже спрашивайте я на связи обязательно отвечу что знаю тему поделюсь ребят вот но с удовольствием выслушаю и ваши какие-то идеи и возьму во внимание с удовольствием ну что ребят я буду готовиться к новому мастер-классу я вам говорила что это наша только первая ступенечка то есть я показала вам как работать с материалами которые у нас будут использоваться в большом видеоролике после нового года выйдет у нас вторая ступенечка также подготовка к этому мастер-классу и третья ступенька у нас будет завершающая когда мы будем делать сами грандиозную переделку и на выходе посмотрим что же у нас получилось ну а я буду с вами прощаться еще раз хочу поздравить вас всех с наступающим новым годом пожелать вам всего самого хорошего пусть у вас все сбудется пусть удача улыбнется вам а я пошла готовиться к новому мастер-классу до новых встреч ребятушки